сходила сегодня закупила такие чудесные совершенно кружева для мастер-класса по сосулькам попались мне очень нежные небольшой у нас некрупный узор что очень хорошо потому что наша сосулька она же небольшая и то что на ней будет ну хотелось бы некой соразмерности понятно что бывают узоры на кружевах как-то более выразительные более большие тоже можно использовать но мы все-таки будем использовать вот такую красоту мне кажется будет очень здорово смотреться потому что я уже делал такие сосульки и кружева которые у нас продаются я в принципе знаю большинство и знаю какой там узор как это может смотреться вот это что-то новенькое совершенно случайно мне попалось что папки очень большие всегда с кружевами кто имеет с этим делать узнает и рисуночек прям вот ну очень нежненький по размеру подходит именно вот такой вот заготовочки такие и вот такие вот здесь покрупнее да уже рисунок но здесь очень много элементов которые мы можем разрезать которые мы можем вырезать и которые могут тоже участвовать в оформлении тоже очень интересно получается и что мне нравится когда эти элементы разрезаются если вот они небольшие они очень удобно ложатся на саму форму то есть когда небольшая у нас заготовочка допустим окружеву цветочек да он слишком большой его сложнее приклеить вот так вот на заготовку допустим окошится края очень сильно и все это не приклеивается сразу приходится с этим достаточно долго работать и чем меньше вот эти узорчики тем проще нам тем лучше потом уже для оформления нашей сосульки вообще прекрасное кружево я даже думаю что я еще куплю и купила метр на пробу но я уже вижу что вот рисунок не очень подходит поэтому можете что-то такое тоже купить или поискать для оформления нашей формы сразу скажу что форму может быть любая то есть не только сосулькой мне очень нравятся груши формами таким образом но я взяла самую простую форму вот то есть смотрите вот ищите что-то такое такие кружева и будем декорировать потом нашу сосульку завтра я уже первую часть в которой я расскажу как сделать вот такую форму